Полное название экспозиции «Что носить в такую погоду» для дам и кавалеров. Она включает в себя дамские платья и аксессуары, женские журналы и работы по этой теме учащихся областной детской школы искусств. Мы все прекрасно понимаем, что погода актуальна была всегда, и сейчас она волнует абсолютно каждого человека. Она бывает разная, изменчивая, непредсказуемая, капризная, как настоящая дама. И мы зачастую себя ловим на такой мысли, а что же носить в такую погоду, что одевать в такую погоду. И понимаем, что гардероб каждого человека должен включать в себя различную одежду, которая подходила бы под различную погоду. Ирина Михайлова рассказала о том, что носили женщины в конце 19-го, начале 20-го веков, стараясь оставаться при этом на опеке моды. К слову, о различных модных тенденциях повествуют дамские журналы, которые также представлены на открывшейся выставке. Коллекция имеющихся в хранилищах Государственного историко-мемориального музея-заповедника Родина Ленина периодических изданий аккумулирована в специальный каталог «Женские журналы». Номеровалась она достаточно давно, на протяжении более двух десятков лет. Датируется она такими монологическими рамками, как 1774 год по 1991 год. Появилась она благодаря нашим друзьям, друзьям музея-заповедника, издательщикам, ульяновским коллекционерам. В каталог вошли около 50 отдельных номеров женских периодических изданий, почти 30 наименований. Публикация достаточно подробно характеризует представленную тему, прослеживает развитие периодики для дам и представляет музейные предметы, как исторический источник. Специалисты отметили, что, пройдя в своем развитии длительный путь, российские и советские женские журналы аккумулировали в себе информацию по истории периодической печати и семейным отношениям, быта и городского костюма. Выставка «Что носить в такую погоду?» для дам и кавалеров будет работать до 21 августа. Алексей Матюнин, Иван Демидов, репортер 73.